МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действенность и искреннее исполнение принесло популярность в интернете. Так зажглась звезда юного жителя Тернопольщины. Встала, заспевала, и мы зразумевали, что перед нами талант. Оксана Самойлова в свой первый эфир попала по скандалям с членами жюри. Мне души, что мне достать. Ее не взяли на шоу, зато теперь она настолько популярна, что ее приглашают без кастингов. Вы хотите сказать, что плохо пою? Коля Серга никогда не мечтал петь на шоу, но стихотворение, придуманное в коридоре фабрики звезд, изменило все его планы. Сергу заметил продюсер Константин Меладзе, и уже совсем скоро этот веселый парень представлял страну на международном песенном конкурсе. Кого помнят, а кого забыли? Герои экрана о своей судьбе, надеждах и разочарованиях. Как выиграть в шоу и не проиграть в жизни? Тема сегодняшней программы «Жизнь после шоу». В нашей студии Евдокия Сосанчина, мама мальчика, за судьбой которого следила вся страна. Добрый вечер, Евдокия Петровна. Добрый вечер. Буквально за один день вашего ребенка узнала вся страна. Так, мы все знаем. Как вы эту славу пережили? Ой, вы знаете, как показали, посмотрели уже, у меня телефон просто разрывался. И все, аж бзинял и бзинял. Я не знала, что стало. Думаю, может, он ломается. А то вся Украина звонила, вся за границей звонила. Я потом до дышки говорю, посмотрите, что там. Посмотрели, а там и Австрия звонила, и Америка, и Польша, и Немеччина. Почему вы решили, что ваш сын должен участвовать в шоу? Почему согласились? Ну, мы, например, бачили, что дитяна мает талант. Но вы же понимали, что его могут не взять, и это для ребенка травма. Мы это знали, мы ему говорили, но просто дитяна не зрозумела. Он думал, что або все трое повернутся, або никто. А тут повернулись все трое, и тогда уже не требовало. Как вы сына успокаивали уже, когда вернулись домой? Ну, мы вышли, и он начал немного плакать. И говорит, мама, он не хотел, не хотел идти до школы. Ему было тяжко. Ему было даже, ну, как, все равно было. Он не хотел до школы идти. И говорит, ну, как я прийду, у меня все смеяться будут. Но я его разговаривала, купила ему игрушку. И я забавился, и все, и прошло, так уже затехло. Непосредственность участника и тот факт, что Ромчику удалось влюбить в себя всю страну, вот все это вместе буквально взорвало интернет на следующий день. И все требовали от продюсеров шоу, чтобы Роман вернулся. Что обо всем этом думает сам виновник всех этих аплодисментов и поддержки страны? Мы встречаем Романа Сосенчина в нашей студии. Доброго вечера, Ромчику. Сегодня ты нажалкуешь, что тогда тебя не взяла на шоу? Да уже нет, как-то пошло. А где ты сейчас учишься? Сейчас в Львовской школе имени Соломии Крушельницкой учусь на вухаре. Давай посмотрим, как проходят твои занятия. Внимание на экран. Это мой класс. Я тут занимаюсь вокалом. Заходьте. Ромчик у нас вундеркінд. Потому что в 11 лет так спевать, иметь такой голос, это талант. До меня передзвонил мой керевник из Министерства культуры. И сказал, что Комаронович, есть очень талантливая дитина, которая меня выразила. И всю Украину. Зверни на него увагу и сделайте так, чтобы он вас чувствовал. И я получил великое удовольствие, когда мама перед первым вереском сказала, что вы можете узнать нашу дитину? Я сказал, конечно. И они приехали. Он вошел на сцену, в зал. Став, заспевал. И мы понимали, что перед нами талант. Евдокия Петровна, ну, теперь у вас есть связи в Министерстве культуры благодаря сыну. Слушайте, ну, вы не думали раньше, может быть, сразу Рому отдать специализированную школу, а не испытывать его шоу? Мы думали его дать на навчание, но не думали, что таки останется, что он когда-то на голос в страну попадет. Может, надо прекратить эти детские жестокие и кулачные бои между детьми? Потому что не каждая дитина может эту психику вытримать. Может, лучше на государственном уровне влаштовать фестивали детские без змаганий, где будут удовольствованы дети спевать. Вот и все. Рому, твоя мама нам рассказывала, что после шоу ты стеснялся встречаться со сверстниками. А почему? Я думаю, что кто-то будет с меня смеяться. Да ты что? Почему? Что я не пошел, что я уже не в дахах. Мне кажется, что это его личные какие-то переживания, личные ощущения, и поэтому ребенок боялся. Это естественно и нормально. Упал, потом поднялся и пошел дальше. Слово зерка не треба говорить. Потому что когда ты будешь учить астрономию, зерка – это скупчение газов. В газе в атмосфере. В атмосфере. Жмиш, не треба это слово зерка говорить. Ром, но это правда, что тебя пригласили к папе римскому? Так. Так. Это моя зерка. Так. Ромчик, скажи, а какую ты песню повезешь в Ватикан к папе римскому? Свою, что я написал в вирже, мне сказал мелодию священник Иван Половый. А ты можешь сейчас специально для нашей программы исполнить фрагмент этой песни? Так, замечательно. Мы тебя попросим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодаря Роману Сосанчину. Эти аплодисменты тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы бы сейчас Рому отправили на аналогичное шоу? Нет. Почему? Потому что это и все бизнес. Наш следующий герой также стал известен еще в детстве. Этому мальчику прочили большое будущее. Внимание на экран, давайте посмотрим. Я хочу пригласить в студию Александра Воевудского. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Что это были за кадры? Это был Саша Пономарев. Это было мое участие в программе «Караокки на Майдане». 2000 год. Мне здесь 15... Сколько вам лет тут? 15 лет мне здесь. Но это для вас было мечтой вместе с Пономаревым спеть? Это для меня было грандиозной мечтой. На тот момент Саша Пономарев был моим кумиром. У меня были все его кассеты, аудио. Я знал наизусть все его песни. Но карьеру певца успешную во всех смыслах вы так и не сделали. Не удалось. Почему? Шоу меня сделало известным человеком, но не сделало артистом. Я нашел продюсера, с которым заключил контракт, и мы проработали с ним буквально год. Но так получилось, что мы не сошлись в творческом плане, во-первых, и у нас были конфликтные ситуации личностные. И, к сожалению, мы разошлись, и это очень больно ударило финансово, во-первых, по нашей семье. И я считаю, я сделал ошибку, что я с ним разошелся таким вот образом. Вы можете озвучить эту сумму? Не могу, но это десятки тысяч долларов. Это много десятков. Если бы сейчас вас пригласили в шоу, вы бы не задумываясь согласились? Задумываясь, но согласился бы. Почему? Потому что шоу, оно дает такой толчок. Ты себя показываешь, показываешь себя, но этим нужно уметь воспользоваться. То есть нужно дальше подбирать правильный репертуар. У тебя есть уже задел популярности. Ты уже приходишь, например, на радиостанцию, и ты не просто человек с улицы пришел, тебя никто не знает, ты принес свою песню. А так тебя уже узнают, тебе легче достучаться, постучать во многие двери. Есть вопрос в том, что это шанс. Но шанс это для тех, кто морально к этому готов. Потому что наперед знать все, да, это никак нельзя предвидеть, что будет. Но при этом, при всем, есть люди, которые морально очень такие слабые. В нашей студии успешная певица, участница шоу, Мария Сапко, при этом все человек сильный. Маша, я, когда мы готовили эту программу, я прочитал вот такое словосочетание, увидел в ваших интервью. Участники шоу это живое мясо, сказали бы. Ну, практически да. Это грубо сказано, наверное. Но это очень продукт, который скоро портится. Знаешь, сегодня ты известен, завтра тебя забыли. У меня такое было, я в 16 лет попала на ту же передачу «Шанс», и казалось, что все, сейчас тебя заметит продюсер, сейчас жизнь вокруг тебя завертится, и все, ты звезда, и ничего. И ты садишься дома потом, и понимаешь, надо что-то делать. А вот как у вас этот период страданий, как он выражался? Были страдания, я же живой, творческий, тем более человек. Все творческие люди меня поймут. Дело в том, что на сегодняшний день ничего талант-шоу не решает. Решает Ютуб. Если вы написали хит и кинули в Ютуб, вас найдут из-под земли, как лесопедный батальон, который написали песню, или стрыкало, который без единого клипа катается кругом. Вот и все. Точка. Если вы талант, и у вас есть туризма, и вы написали хит, вам не нужны талант-шоу. Подождите, порой... Либо если вы фрик. Кто-то пытается десятилетиями пробиться, потому что он действительно талантлив, а кто-то пробивается буквально за мгновение, потому что он эпатирует. Там нет ни голоса, ни аранжировок. Просто вот снять штаны – это не быть талантливым, понимаете? Народ сам выбирает себе кумира. Народ заслуживает то, что он кушает. Вы это хаваете? Вот вам хавайте. У нас есть фотографии. Я предлагаю сейчас ответить. Кто? Участница какого шоу перед вами? Украина – моя талант. Украина – моя талант? Знаешь, сработал пиар. Оксана Самойлова – фанатка кастингов, шоу, телепроекта «Ее страсть» и возможность показать себя. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, ББшка. Очень рада вас видеть. Мы тоже. Я, например, никогда не училась, но я считаю, что есть цель, то надо к ней стремиться. Я хотела стать знаменитой, я стала знаменитой. Я уже пять лет не теряю рейтинга. Хотя я не училась вокалу, не училась музыке, ничему не училась. Я пишу сама стихи, я пишу самому. Можно это применять? У вас очень красивое платье. Спасибо большое. Безумно красивое платье. Я старалась, чтобы понравился всем мужчинам. Это видно. Оксана, вы сказали, что вы не теряете рейтингов. А каких рейтингов? Где эти рейтинги? Какие они? Меня на улице постоянно узнают, фотографируются, берут автографы. Уже пять лет. Я выхожу на улицу как на сцену. А вы, секунду, а вы деньги за фото свои берете у прохожих? Нет, я на такую низость не пойду никогда. Я человек гордый. Зачем мне унижаться, просить у кого-то деньги? Я считаю, что я заслужила только миллионов и миллиардов. А вот эти фото, там ДВ, ну почти в чем мать родила, это что? Это просто фотосессия. Я просто... Для себя я сделала, выложила в контакте. А почему? Зачем вы это сделали? С какой целью? Понравится мужчине одному, собранительному. Нет, в нас сейчас просто... В нас сейчас девушки одеваются... Хотят, чтобы их любили, но одеваются так, чтобы их хотели. И я просто хочу, честно говоря... Оля! Что? Это называется эротическая фотосессия. А-а-а! Слушайте, но после таких фотографий вы понравились не только одному мужчине. Серьезно? Я вам понравилась? Да. Как Мозин! А-а-а! Вы мне понравились. Давайте на диван переместимся. Сразу на диван. Я предлагаю посмотреть ваше первое выступление, которое также все запомнили надолго. Внимание на экран. Спасибо. Глупая, но хочешь плачь. Вы хотите сказать, что плохо пою? А вы хотите со мной об этом поговорить? Это плохо. Я считаю, что хорошо. Будем спорить. У вас нет вкуса, значит. Спасибо. Спасибо. Слушайте, но когда члены жюри говорили, что это дурновкусие, вас-то не обижало? Если бы это меня не задело, я бы молча развернулась и ушла. Но мне хотелось, чтобы меня показали по телевизору, чтобы я прославилась. А двумя строчками могли не показать по телевизору, потому что они мне не дали больше спеть. Вот я начала с ними дискуссировать. Людям понравилось. В зале там все животы рвали от смеха. Слушайте, но может быть, вам хотелось больше, чтобы люди, ваши зрители не животы рвали от смеха, а вам аплодировали как вокалистки? Ну, хотелось. Много чего хочется. Но пока не получается. Когда-то получается, когда-то не получается. А почему не получается? Зато я прославилась. А, то есть главное было не стать вокалисткой и получить признание профессионалов, а... Я хотела, чтобы меня в первую очередь запомнили как личность. Ну, вас запомнили. Спасибо. А во скольких шоу после этого вы еще участвовали? Большой разницы. На меня пародию делали три раза. Вам это льстит? Конечно. Я познакомилась с Иваном Ургантом, которого... Да ради этого стоило жить просто. Да. И посвящаю ему стихи и песни свои. Почему не стоит жить ради этого? А можете четверостийшее вспомнить, посвященное телеведущему Ивану Урганту? Ты мой любви и слез не жалея. Ты будешь мой. Лишь тобой болея. Весь мир переверну. Руками небо я возьму. И тебе, любимый, подарю. Когда вы участвуете... Секунду. Когда вы участвуете вот в таких шоу, да, после этого вы так же... Многие залы вам рукоплескали и члены жюри. Вы проходите там кастинги или вас принимают сразу без кастингов? Меня приглашают. Первый раз я сама пошла, а потом меня уже приглашали. Везде. Ирина, а вам никогда не приходило в голову, что вы заняли место в эфире? Место какой-то очень талантливой девочки. Ее не взяли, а вы этот эфир забрали у нее. Приходило очень много талантливых вокалисток, танцоров. Но их не показали по телевизору. Их было очень много. Если в Харькове был кастинг, было 170 человек. А на телевизионный кастинг пригласили 70. А показали 20 человек. И из них показали меня. Значит, я достойно. Кому интересно вокалисты это ладно? Александр Лещенко хочет задать вам вопрос. Оксан, можно, пожалуйста, извините, простите, пожалуйста, не в обиду. Но очень жалко, потому что вот сейчас я смотрю... Ну вам жалко, а мне не жалко. Я еще не успел даже сказать. Я вижу Ромчика, я вижу Сашу, я вижу артистов. Я очень... И сейчас такая деградация происходит, потому что молодые дети смотрят вот эту дурню в Ютьюбе, лайкают, понимаете, и формируют свое мнение об артистах. О своем будущем. И вы вот эти просмотры миллионные забираете у того же Ромчика, у того же Саши. Я не забираю. У людей есть выбор, что смотреть. Вот они смотрят. Делают нас известных, но не делают нас артистами. Ну вас может не делать. Вот вас сделали известными. Я вас не знаю. Но это временно, это очень временно. Ну хорошо, пусть временно. И эти голоса миллионы нужны Ромчику, а не вам. А что вы на меня кричите? Я тоже могу кричать. Тихо, тихо. Кричать не надо. Кричать не надо. Хотя... Танцевальных шоу. Хореограф-постановщик, который в ближайшем будущем... А, я видела, да. Вспомнила. Скажите, пожалуйста, у вас есть муж, ребенок? Нет, мой муж умер. Ребенку 17 лет. Я свободный человек, и что хочу, то и делаю. Я хочу сейчас посвятить себе и своему удовольствию. Вот вы знаете, это, наверное, и есть ответ, почему такие люди рвутся за шоу. Потому что когда человек себя не может реализовать в семье до конца, как мама, как женщина... Ну, как мама я уже себя реализовала. Я воспитала сына, которому 17 лет. А что он вам говорит? Вот когда он видит вас, участницей подобных шоу, что вам сын говорит? Ну, ему не очень нравится, и родителям не очень нравится. Ну, а что они говорят? Я их невомнения не спрашиваю. Скажите, ну, вы отдаете отчет себе о том, что то, что вы делаете, это не уровень шоу? Это уровень шоу. Это не уровень вокала профессионального, это уровень шоу. Я делаю шоу. Ну, вы посмотрите, ребята, которые сидят, которые участвовали в шоу. Они свое делают, я свое делаю. Вы свое делаете? У меня есть свои люди, которые меня любят. Я ради этого живу и выхожу на сцену. У вас есть свои люди, которые вас любят, это правда. Вы знаете, у вас самооценка уже настолько велика, что, наверное, участие в шоу и слава, то, о чем вы говорите, это, наверное, уже просто не нужно. Согласны? АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно, чтобы поддерживать рейтинг. Я же не только хочу сниматься в телешоу, я хочу сниматься в фильме. Может, меня пригласят в кинокомедии сняться. АПЛОДИСМЕНТЫ Оксана, а вы красивая, уверенная в себе девушка. Спасибо. Вы умеете себя держать перед камерой, это правда. Но вы себя не критикуете за то, что, может быть, свою печаль от невостребованности профессиональной вы заливаете тем, что работаете комиком. Работаю комиком, потому что у меня в жизни было очень плохого много. Из-за этого я хочу дарить людям радость. И сама на себя даже, когда смотрю, я получаю удовольствие, и у меня поднимается настроение. Я извиняюсь, комик – это хорошая профессия. Не надо ее... Комик – это очень высокопрофессиональные люди. Вы что? Она не комик, это разные вещи. АПЛОДИСМЕНТЫ Быть комиком – это учиться всю жизнь. А я сижу, слухаю, и думаю, господи, дай, боже, мне вот такой вытромки, такого характера и такой фертности. Да, и я... Вот как бы в кожу. Не вижу вообще, не преград, ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ А у вас депрессии возникают от того, что вы, ну вот, только приходите на шоу, вы говорите, вас туда зовут без кастингов, принимаете участие и отсеиваетесь. У вас не возникает депрессии, что вы не идете дальше, не достигаете... Нет, у меня возникает депрессия, когда меня долго не приглашают на телевидение. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Бустряков, композитор и судья, член жюри «Талант-шоу». Здравствуйте. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, я вам хочу о другом немножко сказать. Мы сегодня говорим о таком понятии, как ширпотреб. И я часто вообще, так сказать, упоминаю в интервью, что раньше, если вот раньше передачи называли «Соломы ищем таланты», то теперь передачи называются «Как стать звездой». И, как правило, на халяву. Потому что редко когда какая область имеет столько халявного момента, фрагмента, как шоу-бизнес. Понимаете, представить себе Бориса Моисеева на сцене оперного театра или Поплавского, который забивает гол ворота, так сказать, шахтера сложно, потому что там нужно вкалывать. Вот здесь, пожалуйста, здесь за тебя внесли бабло, как говорится, раскрутили там, сделали аранжировку и все. Может быть, даже не своим голосом ты спел. Я считаю, что человек должен верить в судьбу, быть фаталистом. Вот Роме, я думаю, повезет, честное слово. Давайте вот постучим по дереву. Оксана, а послушайте, а что вам, как вы сами считаете, о себе думаете, что вам удается лучше, петь или танцевать? Наверное, танцевать лучше. Танцевать? Пусть танцуют. Вы можете танцевать? Что это будет за танец? Импровизация. Я даже не знаю, какую музыку включат. Молодец! Молодец! Оксана Самойлова и ее танец. Спасибо, Оксана. Александр Лещенко, хореограф в нашей студии. Да, вот пусть прокомментируйте. Вот сейчас... Прокомментируй, пожалуйста, как так произойдет. Подождите секунд. Подождите секунд. Никаких постыдных желаний не возникло, честно говоря. Да ладно, что вы объясняете. Они могут быть у вас, как у любого мужчины, смотрящего на такой танец. Я хочу сказать, что вот сейчас можно долго обвинять телевизионщиков, и мы, правда, часто слышим эту критику, что вот на таких людях экспрессивных, типажных, харизматичных телевизионщики делают рейтинги. На самом деле, на самом деле, ну вот, это эпоха массовой культуры, в которой мы живем, и люди это смотрели, смотрят, не знаю, будут ли смотреть в ближайшее будущее. Этот человек абсолютно незакомплексованный, уверенный в себе и способный... Очень закомплексованный. Закомплексованный? Опровергайте, хорошо. Очень закомплексованный. Когда ты оденешь такие каблуки, я посмотрю, какой ты будешь закомплексованный. Давай, одену сейчас. Давай, одену и прыгну тебе рандак в пляж. Давай. Я хочу прокомментировать. Можно? Мы, получается, вот сейчас... Мужчины не удовлетворены, мы укидываем на сексуальные женщины. Вот то, что Эрика говорила, что... Оксана показывает то, что мы, в принципе, да, просим. Мы не мы, люди просят. Людям это нравится. Но, получается, что сейчас дети, подростки и старше смотрят? То, что мы, зрители, сидим, артисты, звезды, кумиры их, да? И мы сидим и... Вау! Браво! Клево! Супер! Ну и для них это пример, правильно? То есть мы радуемся. Еще просят очень часто вставать на шоу у таких фриков, правильно? Люди встают. Люди боготворят. Люди смеются. Я с Сашей погоджу. И что получается? Потому что ей публичнее... И этих фриков с каждым годом становится сотней. А что ты так завелся? Ты точно неудовлетворенный. Или ты голубой? Природа этого спора в том, что вы не оставляете равнодушным никого. Кто-то... Так вот именно, что... Вам симпатизируют. Те мужчины, которые я завожу, никто меня понятен не может полюбить. Кто-то смеется и называет вас фриком и не более, но вы не оставляете равнодушным. Но мы, правда, искренне желаем и творческих успехов, и личных. Спасибо, что пришли сюда. Спасибо. Дмитрий Адарюков на глазах у всей страны несколько месяцев подряд сбрасывал лишний вес на танцплощадке. За свои труды он заработал полмиллиона гривен. Встречаем победителя шоу на телеканале Интер в Илокитансе. Дмитрий Адарюков. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. А сколько килограммов вам удалось сбросить? Мне удалось сбросить 30 килограмм и 300 грамм. Давайте посмотрим, каким вы были до участия в шоу. Внимание на экран. Дмитрий Адарюков, вот это были как раз ваши занятия в зале. Тут вы дарите всем воздушные поцелуи. Судя по всему, все поймали, потому что мы победили. Ну да, последний был. Последний был эфир. Вы рассказывали, что до участия в шоу вы были очень недовольны своей внешностью. Для вас это провоцировало появление комплексов. Вы страдали от этого? Внутри я всегда себя чувствовал подвижным, худым человеком. Когда я смотрел на себя в зеркало или на видео и фотографии, соответственно, несоответствие было внешней оболочке и внутреннему миру. Поэтому больше затрагивало от этого несоответствия. И хотелось изменить себя, изменить свой внутренний мир и соответствовать тому образу, который у меня был внутри. А как изменилась жизнь после проекта? Ну, жизнь изменилась кардинально. Во-первых, первый месяц было очень динамичное такое общение. Приглашали и интервью, и тоже программы разные. Плюс я выступил в своем ДК Металлургов, где я протанцевал с детства. Меня пригласили как победителя шоу. Соответственно, я выступил танец, показали обо мне ролик. И очень было динамично и интересно. Сейчас немножко так подутихло. Ну, в принципе, это... Я продолжаю заниматься с семьей. Мы ходим в плавбассейн с младшим сынулей. Дочка у меня ходит на кип-поп. То есть, как бы, все предели. Свои стихи наш следующий герой постит совершенно бесплатно в интернете. Единственное, что готов делать только за деньги, это рассказывать, как стать успешным после шоу. Я хочу пригласить в студию выпускника «Фабрики звезд» Колю Сергу. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я к вам посадили. Коли, сядь на тот диванчик, заразиться. Тут есть люди, которые говорят, куда нужно садиться. А я послушный. После всех этих шоу. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте, а как вы относитесь к тому, что каждый участник шоу, он такой винтик вот в этой общей машине, что вам редакторы говорят, куда садиться, как выглядеть, как петь. Но мне кажется, все равно надо быть какое-то время винтиком, для того, чтобы понять, как работает общий механизм. Я действительно хороший винтик. Когда вы прошли шоу, вы не разочаровались в том, через что вы прошли? А я ничего не ждал от шоу. Я пришел посмотреть, мне было интересно. Я с детства обладаю такой чертой, как любопытство. И как-то я там сидел с гитарой и начал петь песенку, которую я придумал там же на кастинге. И подошли какие-то люди с камерами, которые искали что-то интересное в толпе. Взяли меня за руку и отвели внутрь помещения для кастинга. И я сам не понял, что произошло. Наверное, в ближайшие два часа. Потом меня позвали к Меладзе. Я думал, окей. Я вообще, на самом деле, когда приходил на кастинг-фабрике, я думал, что Меладзе есть один, он поет «Прощай цыганка сэра». А тут я выхожу, и это не Меладзе. Я уже начал думать, там в конце подмонтируют, даурайцуют усы, там еще что-то. А оказалось, что это Константин Меладзе, известный продюсер. Но на тот момент я его не знал. Я вышел, спел эту же песенку с надеждой, что я сейчас дам знать. Мне скажут, иди отсюда, ты нам не подходишь. Я скажу, а, это потому что я не гей и уйду. А мне сказали... А мне сказали, ты нам подходишь. А я даже не знал, что ответить, ведь я подготовился к другой фразе, я сказал, окей. И приехал в следующий раз на кастинг. И тут я задумался, а может действительно стоит-то пойти и вот как бы стать. Проект закончился. И, наверное, потому что я от него не ожидал каких-то сверх вершин, у меня не было потраченного в пустую время на обдумывание разочарований. Я сразу встал на ноги и пошел дальше. Пришел на новую волну, тоже очень случайно я туда попал. Пришел спеть песню «Новая волна, новая волна», «Вы прошли, вы прошли, а вы идете на...» Я свидетель. Спел. И мне сказали, ты проходишь дальше. Я не понял вообще, как это произошло. Ну, давайте посмотрим, на что мы способны. У нас есть видео, внимание на экран. Слушайте, Коля, ну вы, вот судя по тому, как легко все было, не переживали. Ну, почему же? Я переживал, но я переживал по-своему. Я думаю, что волнение и переживание – это то, ради чего вообще стоит оставаться в этой профессии. Как только оно пропадает, ты становишься деревянным, бездушным, безэмоциональным человеком. И не можешь цеплять. Наше студия Дмитрий Монатик, участник телевизионных шоу. Добрый вечер, Дмитрий. Дмитрий. Послушайте, ну, вы можете представить себе, что танцор едет на международный конкурс, не умея танцевать? Ну, на сегодняшний день вполне. Вы же видите, что происходит в нашей стране, ну, смотря какое-то шоу, какой-то международный конкурс. И, по крайней мере, я понял для себя одно, что ниша артистов-фриков уже закрепилась в нашей стране. И народ любит это. Оксана, ну вы же себя спрашивали неоднократно, почему вас приглашают на шоу, чего от вас хотят? Рейтингов. Ну, а чем вы даете рейтинг? Вот посредством чего? Каналы, как вы считаете? Иногда скандали, иногда поднимаю настроение. Можно я сказать? В зависимости от программы. У вас, да, работа, мы вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Эрика. Я хочу сказать, что вы все делаете правильно. И все. На сегодняшний момент, я понимаю, что надо. Вы понимаете, что вы смешно со стороны смотритесь. Вы даете реально шоу. Поэтому я не понимаю, почему так на человека надо набрасываться. Ну, фотографии, конечно, не очень мне понравились. Но, ну, потому что это с моего личного альбома взяли. У меня есть красивые фотографии. Что хотят видеть люди. Поэтому, ребят, зря нападаем на Оксану. Это мое мнение. Послушайте, Эрика. Я не знаю. Я просто сижу молчу и понимаю, что... Эрика, а вот эти фотографии вам больше нравятся? Давайте посмотрим. С какого альбома? Ну, фотографии, конечно, не очень мне понравились. Но, ну, потому что это с моего личного альбома взяли. У меня есть красивые фотографии. А она дает ровно то, что хотят видеть люди. Поэтому, ребят, зря нападаем на Оксану. Это мое мнение. Послушайте, Эрика. Я не знаю. Я просто сижу молчу и понимаю, что... Эрика, а вот эти фотографии вам больше нравятся? Давайте посмотрим. О! Значит, кстати, да. Кстати, вот фотографии. Это гораздо лучше, мне кажется. Ну, а в принципе, по сути-то. В принципе. Ну, это профессиональная фотосессия. Да, а вас просто не хватило на это средств и связи. Ну, вот. Вот. Я, кстати, рассмотрю заодно и себя. Я могу сказать, что все хорошо, все красиво. Мне нравится. Вот это мне нравится. То есть эти фотографии вам нравятся? Да, мне мои фотографии очень нравятся. Я понял. Спасибо. А почему вы... Вот, смотрите. И мне нравится. У вас замечательные вокальные данные. Многие вас полюбили именно как девушку, не просто симпатичную, но и как девушку, которая хорошо поет. Что редкость. Потому что есть... Мне повезло в тот момент. ...разные люди, фрики, откровенные. Попают в то место и в то время. Понимаете? А зачем кто-то из ваших поклонников задает вопрос? Я сам читал эти вопросы ВКонтакте. Почему Эрика прибегла к способу вот к раздеванию для того, чтобы привлечь к себе внимание? Я прибегла к раздеванию. Ну, так люди пишут. Почему? Ну, давайте поговорим об этом. Ну, начнем с того, что я это сделала уже тогда, когда, в принципе, за спиной у меня был сольный альбом первый. Так. И когда я уже спокойно могла зарядить то, что у меня в месяц есть достойное количество концертов, чтобы проект Эрика, певица Эрика, существовала. То есть я это не сделала в начале своего пути. Это сделала тогда, когда я уже знала, что это мне не навредит. И я могу себе эту фотосессию позволить. В другом случае, Оксана, вы рановато это сделать, честно вам скажу, со своего опыта. Вот это я для себя сделала. А в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Я считаю, что абсолютно эстетично, красиво. За профессию не обидно? Да, конечно, нет. Боже, каждый занимается своим делом, добивается успеха, развивается так, как ему удобно. Если он способен понравиться зрителю, это его талант. И не важно, как он это делает. Ведь все-таки артист, он все равно работает для зрителя. Ваш коллега Александр Лещенко. Александр, а вы можете себе представить конкурс международный, на который едет танцор, хореограф, не умеющий танцевать? В принципе, могу представить. Потому что, наверное, если это гармонично смотрится, значит, оно имеет право на существование. Вот знаете, вот как Коля Сергава, он настолько уверен в себе, не самоуверенный, уверен в себе. И вот гармонично смотрится. Ну, хоть ты треснил. Он не дотягивает кота, но у него есть то, что он сказал. Красивое оформление, и он себя чувствует кайфово, и зрителям уверит. Александр, Майданс, шоу, большая часть вашей жизни. Вашу жизнь это шоу изменило? Конечно. Как? Ой, ну, понятное дело для хореографа, это большой опыт практика работать с массой людей. 500 тысяч человек одновременно должны выйти на сцену. Для нас, для всех хореографов, это был колоссальный опыт. Тебе нужно быть еще вожаком. Тебе нужно быть лидером. Перед тобой стоит 500 человек и ждут от тебя, что ты их повезешь в Киев и привезете оттуда золотой кубок. А сейчас вы бы в подобных шоу приняли участие? Нет. Почему? Все. Вы устали или вас... У меня было три шоу, в которых я участвовал как конкурсант, и... Ну, выжатый как лимон, действительно, под прицелом с тебя лепят, делают то, что интересно. Опять-таки, возвращаюсь к Сашиной фразе, она мне очень понравилась. Сейчас делают тебя отчасти известным, но не делают тебя артистом. Вот после шоу, ты с этим багажом, который тебе дали, понятное дело, это колоссальный опыт, это большая информация, сумасшедшая. И вот то, что ты взял, потом все зависит от тебя, ты должен его впитывать в себя, формировать свою личность и выдавать. А разве музыка это спорт, где нужно кубки брать, 100 метровку за 9 секунд прибежать? Нет, есть просто телебачение, а есть профессия. Можно ниж дать в руки разным людям. Один начинает нарезать сало, другой будет заниматься резьбой по дереву. Это все зависит от человека. Слушайте, Александр Войвудский, а почему вы готовы дальше продолжать участие в шоу? Ведь шоу форматирует, да? Оно помещает в определенные рамки, порой некомфортные, свободному человеку творческому. Для меня пение, выступление, это все моя профессия. Я этим занимаюсь и буду заниматься. Просто на сегодняшний день, чтобы попасть в телевизор, тебе либо нужны хорошие связи, либо хорошие деньги, либо шоу. Ты можешь бесплатно несколько раз выступить по телевизору, и тебя увидят. Ты покажешь то, что ты хочешь показать, не имея средств. Наталья Гордиенко, певица-участница также песенного шоу. Сейчас вы готовы принимать участие в шоу? Сейчас я надеюсь, что в моей жизни больше никогда такого не повторится, потому что это и правда. Музыка это не спорт, здесь не нужны кубки. Почему тогда сотни тысячи тех, кто не прошел кастинги, они стоят, рыдают за кулисами и говорят, что их жизнь закончена, потому что их не заметили, они талантливы? Я не знаю, я точно так же, как вот Коля пришла на конкурс. Они не хотят работать. Вон столько мусора надо вывозить, сколько город грязный, столько профессий есть. Нет, оно хочет спиваты. Подумайте о своей профессии. Это тоже тяжелый труд. Боженька дала искру Божию, понимаете, и харизму. Не все должны петь. Послушайте, но... С вами сейчас многие не согласны, наши зрители, которые не считают, например, группу «Поющие трусы» прям невероятными вокалистками. «Поющие трусы» сейчас престижно. И надо пройти кастинг, читать с листа и петь. Я не возьму безголосую артистскую группу. Ваш вручает название, я переименую завтра их в «Небесные ласточки». Договорились. Я хочу пригласить в нашу студию главу семейства Сергея Горькавова и его детей. Встречаем участников нового телепроекта канала «Интер» «Одна родына». Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы решили участвовать? Вот что это шоу вам даст для вашей семьи? Ну, вы знаете, когда совсем недавно ушла из жизни наша мама, мы решили, что мы не можем сидеть, мы не можем ждать. Мы очень хотели воплотить мечту нашей мамы в жизнь. И поэтому решили идти на шоу, привлечь внимание к ее мечте. У вашей семьи уже был дебют на новом шоу телеканала «Интер» «Одна родына». Давайте посмотрим, как это было. Я плачу второй раз сегодня. Вы действительно мега. Моя оценка другой быть не может. В этой песне вы сделали все, что я люблю в музыке. «Интер» «Одна родына». Сергей Хормейстер, вы воспитали много талантливых исполнителей, а вы сами готовы к этой телевизионной, к быстрой популярности? «Я всегда готов. Мы должны быть всегда готовы. Если приходит какая-то популярность, то это как закономерность. Это следствие подготовки. То есть мы идем по жизненному пути. Если мы достойны, к нам это приходит». Стоит человеку попасть на телевидение, и телевидение буквально за один день переворачивает его жизнь и делает из него, кому-то не нравится это слово, но тем не менее, настоящую звезду. Почему? Те люди, которые вот так по крупинкам собирают свои достижения, которые падают и идут дальше, им очень сложно. Вы не находите в этом несправедливость? Я знаю, что талант, он все равно пробьется, и все равно он получит достойную награду. Просто надо уметь терпеть и ждать. И работать. И работать. Правильно. У вас есть какой-то девиз семейный, не знаю, кричалка? Семейный девиз? Да. А мы недавно об этом говорили, ребята. Ни дня без шедевра. А, ни дня без шедевра. Какой песней будете брать или вершину? Что у вас за шедевр? Это «Леди Мадонна» на русском языке. Мы даже исполняли ее на Северном полюсе. А вы можете сейчас фрагмент исполнить? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не цветная ты, но все цвети Маны небесной в наши веки нет Неизвестно, как ты строишь свой людей Эй, ты, Мадонна, Эй, ты, Мадонна, Эй, ты, Мадонна Чуть успеешь оплатить по счёту Как заботы обступают вновь Но сильней, чем все твои заботы Детям любовь Леди Мадонна и семья Горкавых В программе касается каждого Не пропускайте выпуски нового шоу на Интере Одна Рудына Спасибо, что сегодня вы приехали Мы желаем вам победы Не стоит забывать, что телевизионное шоу Это всего лишь шоу Это не настоящая жизнь И эти шоу, самое главное, могут дать вам шанс Главное, воспользоваться им Понять, что этот шанс послала вам судьба Это касается каждого Спасибо, что смотрели и думали До свидания